Обычно это распространенные газированные напитки, которые мы все знаем. Один из известнейших в мире газированных напитков был изобретен в Атланте в 1886 году Джоном Стисом Пембертоном. Его запатентовали как лекарственное средство от любых нервных расстройств и начали продавать в крупнейшей городской аптеке. Первоначально напиток состоял на три части из листьев коки и на одну часть из орехов тропического дерева колы. Для улучшения вкуса Пембертон долго искал определенную формулу и считается, что в результате упорного труда он нашел уникальную смесь трав, масел и экстрактов. Получившийся сироп мистер Пембертон отнес в известную на всю округу аптеку. Президент США Франклин Рузвельт считал этот напиток таким же национальным символом, как звездно-полосатый флаг или гимн. Сегодня формула и пропорции компонентов напитка держатся компанией в строжайшем секрете и составляют технологическую тайну. В составе вода, сахар, ортофосфорные лимонные кислоты, краситель, ароматизаторы и кофеин. Ничего необычного. Но есть еще один ингредиент под кодовым названием Merchandise 7X. Что это из чего производится и в каком количестве добавлено в напиток, не знает никто. По уставу, формула этого компонента может быть одновременно известна только двум высокопоставленным членам компании. В прошлом году в интернете появилась информация, что добавляемый в напиток необычный экстракт из трав, о котором ходило так много слухов, является натуральным красителем кармин. Или пищевой добавкой кашениль, добываемый из кашенильных червецов. Для справки. Кашениль или кашенильный червец – мексиканское насекомое из группы травяных тлей семейства червецов. Красная краска добывается из самок после умерщвления их уксусной кислотой или действием высокой температуры. Добавляют ингредиенты, которые не должны в организм попадать никаким образом. Например, лимонная кислота. То есть этот продукт не является полезным для организма, потому что наш организм и так закислен. Ведь обратите внимание, что началось. Сейчас остеопороз, то есть размягчение костей. Если раньше это было заболевание у людей старше 60-ти, то сейчас остеопороз находят у детей в 6-12 лет. Мы извлекаем у ребенка из организма кальций, депо которой являются кости, зубы, волосы. То есть и дети растут слабые. От недостатка кальция уже от самого может развиться более 150 заболеваний. И все это из-за, казалось бы, безопасных шипучих напитков. Сначала у любителей газировки снижается иммунитет. А затем блокируется работа ферментного аппарата и нарушается обмен веществ на клеточном уровне. Видите, что получается, если имеется возможность заработать на пище, заработать на напитке, то значит надо сделать так, чтобы они стимулировали вкус и способствовали более, так сказать, интенсивному потреблению. Поэтому туда добавляют газ, потому-то туда добавляют сладость, которая стимулирует вкус. Я не хочу, чтобы из меня делали какую-то такую дурочку, которая там пьет, потому что вот ей хочется, а вот хочется, потому что что-то подмешали. Ну, как-то мне не нравится, когда меня обманывают. Вот что происходит с организмом, когда человек выпивает бутылку газированного напитка. Через 10 минут происходит всасывание сахара, который в избытке содержится в шипучке. Через 20 минут в крови подскакивает инсулин. Печень превращает весь сахар в жиры. Через 40 минут увеличивается кровяное давление. Блокируются аденозиновые рецепторы. Через 45 минут организм увеличивает производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга. Спустя час после приема газировки фосфорная кислота начинает связывать кальций, магний и цинк в кишечнике. Через полтора часа эти вещества выведутся из организма. Но вместе с ними выведутся кальций, магний, цинк, натрий, электролит и вода, которые находятся в костях. Всего 200 миллилитров напитка способны заметно изменить состав крови и уровень кислотности организма. А ведь в большинстве случаев одним стаканом любители сладкой газировки не обходятся. В напитки добавляют жажду усилители. Потому что если человек начинает пить шипучие напитки, он не ограничивается одним стаканом. Ему хочется пить, пить и пить, он выпивает полтора литра. То есть там очень высокая кислотность этого продукта. И шипучие напитки выводят гораздо больше жидкости, чем они вводят за счет вот этого кислого состава. И жажда усилителей еще более усиливает жажду. Индийские крестьяне такими напитками жажду не утоляют. Они вот уже несколько десятков лет опрыскивают ими хлопковые поля и плантации пряностей, чтобы избавиться от насекомых-вредителей. Эффект от применения ничуть не хуже, чем при использовании патентованных пестицидов. Кроме того, напитки удобны в обращении, их не нужно растворять и, самое главное, они значительно дешевле. Дачник со стажем Борис Бартенев из Магнитогорска рассказывал, что при помощи газировки он избавился от тли. Но побеги винограда и крыжовника получили сильнейший химический ожог. Долгое время по всемирной сети интернет ходил слух, что если в емкость с газированной водой положить куриную печень, то через 12 часов она полностью разложится. Мы решили проверить, каким будет эффект. Спустя 12 часов печень действительно разложилась, превратилась практически в паштет. Запах соответствующий. Но вот что удивительно, если куриную печенку оставить просто лежать на столе, она разложится не ранее, чем через трое суток. Можно представить, что происходит у ребёнка в желудке, который пьёт, сосёт конфету Ментосом, допустим, да, и забивает её пепсиколой. Были случаи даже вот такие клинические, когда привозили в больницу, чтобы спасти ребёнка. Это в Европе, это совсем недавно публикации прошли. Для наглядности мы провели и этот простой эксперимент. В бутылку с газировкой положили всего одну жевательную конфету. Комментарии излишни. А теперь только представьте себе, то же самое происходит и в нашем желудке, и в желудке наших детей. Ведь именно они являются основными потребителями шипучки. Более того, запивая холодной газировкой жирный гамбургер, хот-дог или картофель фри, мы сильно усложняем работу желудка. Желудочный сок перестаёт справляться с перевариванием и без того тяжёлой пищи. Из-за низкой температуры напитка жир моментально застывает и ложится мёртвым грузом сначала в желудке, а потом и на талии.